Для меня сегодня было много сказано и много очень интересного, поэтому, как всегда, возникают по ходу дела какие-то мысли, отвлекающие от задуманной структуры выступления. Поэтому я скажу вначале два слова о том, что пришло на ум в ходе выступления академика Тишкова. И вопрос тоже очень вдумчивый, интересный. Мы сегодня все говорили и, видимо, будем говорить о глобализации. Такой термин очень банальный и въевшийся настолько, что я думаю, про глобализацию этот термин сейчас употребляют реже, чем это было лет 10 назад, когда в политологических текстах просто им пестрило. Вот то, что для себя я вынес за последние лет 15, после того, как этот термин, в принципе, вошел в политологическую литературу, а в 90-е годы этого термина как такового еще на самом деле не было. Как то же самое, что и мультиполярный мир, там или полицентричный. 10-15 лет назад этого термина почти не употребляли. Сейчас это общее место. А те, кто сейчас вступают, вот студенты, им кажется, что так было всегда. На самом деле так совсем недавно еще не было. Глобализация для меня это процесс неизбежный, но это не догма. То есть есть несколько вариантов или моделей глобализации и антиглобалистские движения для меня представляют проблему в том смысле, что они стараются бороться с глобализацией как таковой. Хотя их предложение это тоже некая модель глобализации, но только очень другая. Так вот, есть несколько моделей глобализации и зависит все от того, как конкретная страна или группа стран смогла воспользоваться или навязать другим странам, другому миру ту или иную модель, которая для данного государства или группы стран дает максимальные конкурентные преимущества. Преимущества. Что касается глобализации. Я посмотрел еще на тему своего выступления о культуре дипломатии в мире, вышедшем из-под контроля. Все дело в том, что когда с профессором Донфридом мы обсуждали эту тему, мы переписывались на английском. И я предложил термин «Runaway World». И этот термин я придумал, я впервые его встретил, по-моему, это был 2002 год, когда знаменитый британский социолог, а потом и популяризатор концепции «Третий путь» Энтони Гидденс написал книгу «Runaway World. How globalization is reshaping our lives». И, конечно же, правильно было написать не мир, вышедший из-под контроля, а ускользающий мир, предположим, мир, который убегает от тебя, ты не можешь его догнать. И здесь рассуждения вокруг этого могут быть довольно интересные, потому что ускользающий мир можно воспринять или понять как мир, которого ты не знаешь. Вот, например, для Колумба в эпоху великих географических открытий мир был ускользающим в том смысле, что человек его не знал, он стремился его найти. И для Колумба, например, Индия или Китай, они были ускользающими, он нашел что-то другое, даже более великое, чем он думал, он нашел новые континенты. Ну, может быть, проще всего из открывателей было Шлиману, потому что он ничего особенно не искал, он открыл трое, сидя в кабинете, за что его очень профессиональное сообщество археологов не любило, в связи с тем, что им приходилось многие годы разъезжать и копать, а у него так получилось. Вот этот вопрос, как глобализация меняет нашу жизнь. Глобализация у него еще два слова. Многие считают, что это что-то очень новое и современное, что появилось там в 90-е годы. На самом деле, я считаю, что глобализация – это феномен очень старый, и вот как раз его где-то с, может быть, времен Колумбовой эпохи можно прослеживать. Но глобализация, естественно, за несколько столетий прошла несколько стадий. В последние 25-30 лет мы живем на этом самом, пока, самом высоком ее витке. Так вот, мне представляется, что если глобализацию брать от Колумбовой эпохи до где-то там 70-80-х годов XX века, ну, не знаю, или до конца 19-го, то это была среда, в которой мир вокруг себя трансформировал человека. А затем мир стал настолько тесным, что он же стал менять человека. То есть человек стал не поспевать за событиями. И, например, вот если вы посмотрите книги, написанные политологами про там различные политические системы, про феномен политического лидерства, у многих впечатление, что когда человек достигает вершины, да, вот в политической системе, он становится там президентом какой-то страны, лидером партии, тем более, если это партия правящая, руководителем правительства, то он влияет на очень многое. Чем ты выше, тем ты на большее влияешь. В каком-то смысле это так, но на самом деле все исследования приходят к выводу, что чем больше на тебя ложится ответственность и обязанности, тем меньше ты можешь делать, так как в течение дня ты вначале должен принять там пять решений. Потом, когда ты перемещаешься еще выше, это уже не пять, а двадцать пять решений. Потом сто решений человек, он фактически, он тактически пытается что-то сделать, но мир от него ускользает, человек находится под бременем событий и не поспевает за ними. Про идентичность сегодня очень много было сказано в этой связи. Напомню о том, что Организация Объединенных Наций, которая была создана в 1945-м, она была создана, там ставят подписи, по-моему, 52 или 53 руководителей этих государств. На сегодняшний день в Организацию Объединенных Наций входит более 190, по-моему, 194 или 195 государств, а государств в целом в мире еще больше, порядка двухсот. Мы видели, как происходит взрывной рост государства, соответственно, и идентичности, которые существовали, естественно, и раньше, просто они прорывались наружу, в частности, в форме государственного суверенитета. Это был взрывной процесс в 40-е, в 50-е, в 60-е годы по мере распада колониальной системы. Потом был определенный период стабилизации, это там 70-е, 80-е годы, потом новый взрыв, это распад постсоветского пространства, потом Югославия, вновь второй такой рывок в фрагментации, в умножении идентичностей, принявших форму государственных границ. Но вот здесь академик Кишков вспомнил о таком термине, как консенсативная демократия в тех странах, где есть, ну так скажем, несколько титульных наций, да, как, предположим, Бельгия, или схема консенсативной демократии предлагалась и была в каком-то виде введена в конфигурацию политического управления Северной Ирландии, да, в Швейцарии в каком-то смысле это работает. Но все дело в том, что здесь непонятно, то ли это временная какая-то форма, которая может это сдержать и на какое-то время примирить эти идентичности, то ли это что-то такое более фундаментальное. Потому что, ну вот самый яркий пример консенсативной демократии – это Бельгия. Но мы видим, что Бельгия рано или поздно, она не сможет существовать в таком виде, как сейчас, из-за сепаратизма, уже в этот раз, последние полвека не Волонского, а со стороны Фландрии. И вот сейчас недавно были выборы, и во Фландрии на первое место самая крупная партия, она выступает за минимум, за превращение страны в конфедерацию. Ну и здесь вот можно также вспомнить о том, что вся система международных отношений в последние, там, может быть, века, или, по крайней мере, полвека, это определенная эквилибристика или все время меняющийся баланс между принципом территориальной целостности государства и принципом права нации или народов, как более точно было бы перевести это на русский язык, на самоопределение. И дело все в том, что ни тот, ни другой принцип, они не абсолютны. И все дело в том, на какой стадии развития находится мира и на какой-то стадии выходит вперед принцип первый, на какой-то второй. Но вот подвести черту под этой частью, я бы сказал, что мы можем проецировать, да, и прогнозировать что-то только с опорой на то, что было. То есть мы не можем с научной точки зрения спроецировать и спрогнозировать что-то, чего никогда не было, потому что мы не знаем, как это работает и как это может возникнуть. Вот если отталкиваться от такой логики, то умножение государств происходило весь XX век и, скорее всего, то же самое будет происходить и в XXI. Может быть, не так быстро, не в два или три раза их число вырастет за столетие, но то, что точно, их число не станет меньше. И я думаю, что к концу XXI века их число будет уже не по 200, а может быть 220, 230, я не знаю, сколько. Плохо это или хорошо с точки зрения утверждения своей идентичности и решения каких-то вопросов и духовных, и материальных, я не знаю, это совсем уже другая проблема. Теперь несколько слов. Сегодня очень много также было сказано о культуре, как о фундаменте любой идентичности. Вот несколько слов о культуре, хотя я не культуролог, но приходится ездить довольно много, и это наталкивает на определенные размышления и в этом вопросе. Как мне представляется, если взять массив цивилизационных исследований, то в целом культура повсеместно считается фундаментальным понятием любой цивилизации, в том числе на ее национальном и локальном подуровнях. Культура не менее важна как основа идентификации и каждого отдельного человека, каждого из нас и социума в целом. Но сущность культуры всегда двояка, потому что культура может выступать как и объединяющая, так и как разъединяющая начало одновременно. Вот этот виток глобализации в последние четверть веков, в которые мы с вами живем, он с этой точки зрения поставил новые вопросы. Мне представляется, что одним из ключевых вопросов является следующий. Культура – это инструмент, с помощью которого можно с многократной силой транслировать свою систему ценностей. Или культура больше инструмент приспособления, инструмент самозащиты, который позволяет сохранить свою идентичность от катка унификации и единообразия. Мне представляется, что у культуры, скорее всего, это было так всегда, но и у культуры в современном мире есть свои светлые, свои темные стороны. Но к светлым я отнес, например, вот это новое дыхание локальной идентичности, то есть возможность с многократно возросшей легкостью продвигать свою культуру по всему миру, в том числе с помощью глобальных средств телекоммуникации. А вот темные стороны – это, например, повсеместная коммерциализация культуры, ее омоссовление, стандартизация, примитивизация и даже архаизация. Причем эта архаизация, мы видим, как это происходит на наших глазах, то в той или иной стране она может свалиться и в варваризацию. Культурные пространства, из множества которых и складывается мировая культурная сфера, испытывают на себе влияние как силы интеграции, так и фрагментации. Вот, например, академик Тишков вспоминал о лозунге «Единство в многообразии», но этот лозунг, он принят как официальный такой слоган не только в Индии, но и в Евросоюзе. И применительно прежде всего к сфере культуры. А вот на постсоветском пространстве, да, или там в юго-восточной Европе, ранее достаточно гомогенные культурные поля прошли в последние 20-25 лет через этап резкой фрагментации. То есть мы видим, что параллельно могут идти процессы как по размыванию, так и по консолидации тех или иных культурных полей. Но то, что мне представляется бесспорным, что мир за последние десятилетия значительно продвинулся вперед в деле терпимости к другим культурам. И вообще мы поняли не только по книгам, но и по осознанию этого процесса, что есть общества более архаичные, что не значит худшие по сравнению с другими, есть более консервативные, более либеральные. Ну, просто культуры как отражение общественного сознания никогда не развиваются единым фронтом в одном русле с одной скоростью. Все зависит от общественного запроса на культуру. И вот в этой связи представляется, что ждать или требовать, что нововведения в одной культуре будут очень быстро восприняты или пересажены на почву другого какого-то культурного пространства, это большое заблуждение и часто очень опасное. Одни культуры сумели приспособиться к меру постмодернизма, и в них, скажем, ссылка на религиозную идентичность уже считается неполиткорректной. Но в других культурах под набором различных событий, как внешних, так и внутренних, напротив, религиозная идентификация может переживать какой-то ренессанс, как это, например, происходило в последние 20-25 лет в России или в мусульманском мире. Отношения между культурами с точки зрения аксиологии, системы ценностей тоже мне представляется очень интересная тема. Так вот, отношения между культурами стали приходить в последние десятилетия на смену отношений между идеологиями, доминирующими в, ну, по крайней мере, уж точно в 20-м веке. И этот факт или это событие можно как приветствовать, но и воспринимать с настороженностью. Все дело в том, что идеологии намного чаще конфронтационнее культур, как мне представляется, они чаще являются такими более искусственными и временными конструктами. Если культура почти всегда продукт медленной истории, если взять этот термин из французской мысли, то есть продукт истории, который укоренен в толще веков, то идеологии, как правило, намного скоротечны и заменяемы. Они более подвержены такой исторической конъюнктуре. Но в то же время большинство культур не лишены ингредиента неприятия и неприязни к непохожим на тебя. Вообще мало какие культуры изначально были полностью открытыми и терпимыми к другим. Скорее всего, наоборот. В результате противоречия между культурами могут представлять собой даже более серьезную проблему, чем противоречия между идеями или идеологиями. Но идея все-таки отказаться или адаптировать ее значительно легче, чем сделать ее частью своего менталитета и мировоззрения. Человеку поменять свои ценности, то есть во многом ценности это не рационально, это проявление какого-то иррационального начала в человеке, значительно труднее, чем изменить рациональную сторону своей природы, такую как мышление и рассуждение. Проблемы могут стать еще серьезнее, если различия между культурами и ценностями начинают политизировать. Например, на основе тезиса о различиях в ценностях России и ряда других стран нередко делают вывод об имманентной чужеродности России для Запада в целом и для европейской цивилизации. В частности, мне представляется, что эта логика весьма порочная, однако востребованная. И в конце, если брать тему уже не только глобализации, культуры, но культура и дипломатия, культурная дипломатия как часть мягкой силы, то я думаю, что, опуская часть того, что я хотел сказать о мягкой силе, скажу о том, что если брать нашу страну, то, судя по всему, одно из ее самых сильных конкурентных преимуществ в смысле продвижения своей мягкой силы это русский язык и русская культура. Ну, русская с большой буквы, да, как культура всей нашей страны. Мне представляется бесспорным, что скрепляющим раствором того, что называется русский мир, и русский мир, это, кстати, не только какое-то риторическое или публицистическое понятие, которое вошло в нашу речь только в последние годы, но русский мир был предметом исследований в философии, и вот академик Тишков также еще в 90-е годы начал работать над этой проблемой. И в последние годы это понятие было переведено в такую практическую плоскость, и главным образом после того, как был в 2007 году создан фонд «Русский мир», и это понятие, так сказать, стало очень близко не только тем, кто изучал его с какой-то экспертной или научной точки зрения, а просто как конкретные сотни тысяч проектов, которые наша страна где-то лоббирует за рубежом. Так вот, мне представляется, что русский язык – это скрепляющий раствор русского мира, это основной носитель исторических кодов и смыслов русского мира, ну и, естественно, база его культуры. Надо сказать, что по практике, например, работы фонда «Русский мир» можно сказать точно, что в последние годы интерес к русскому языку во многих странах, частях Европы вырос где-то очень сильно, но все дело в том, что проблема все-таки есть и очень значительная. она в том, что количество вновь изучающих русский язык меньше, чем убыль тех, кто выучил его еще в советское время. Я имею в виду не в нашей стране, а в других странах. И потеря русскоговорящих происходит в результате также ассимиляционной модели, под которую подстраиваются многие из тех, кто выезжает жить за рубеж на длительное время, а тем более навсегда. И ясно, что в целом количество знающих в той или иной степени русский язык в Европе будет в ближайшие годы сокращаться по мере туболи старших поколений, особенно в странах Восточной Европы. Вопрос в том, на каком уровне удастся стабилизировать количество носителей русского языка. Ну а для этого необходимо и в нашей стране сейчас эти попытки предпринимаются делать все для того, чтобы, во-первых, русскоязычные группы или диаспоры, там где они сформировались, следовали модели мультикультурализма, как бы мы ее не критиковали в свете проблем с ее применением в последние 10 или 15 лет. Ну и чтобы, предположим, на государственном уровне в нашей стране был решен вопрос о создании, по крайней мере в Европе, где плотность русскоговорящих самая высокая в мире. Я имею в виду Европу в данном случае к западу, от постсоветских границ. Только вот, чтобы в Европе русский язык продвигался не только в высшей школе, среди уже профессиональных русистов, но и в сети начальных и средних школ. Чтобы на уровне и тех же самых европейских вузов наращивалась поддержка российских программ, от которых из года в год зависит все больше на плане сохранения кафедр русского языка и российских исследований как таковых. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я думаю, что это будет взаимодействие с ЕС в этих сферах, в которых мы с вами работаем. Это образование, это наука, это культура. И надо сказать, что вообще мы политике уделяем часто очень большое и чрезмерное внимание. Нам кажется, что если ухудшается, пусть резко ситуация в политической сфере отношений между странами, то это тут же автоматически и также массировано влияет на все то, что мы делаем в другой нашей жизни. Но это, может быть, так чувствуют и ощущают те, кто живет в политике, кто включен в какой-то политический процесс. Но ведь очень много людей, они политикой не интересуются. Мы знаем вот эту набившую оскомину проблему так называемого демократического дефицита, в том числе и в Евросоюзе, у которой там пишут в последние, я думаю, уже лет 10 или 15, с нарастающей обеспокоенностью, но в самом деле, в 1979 году, когда проводились выборы впервые в Европарламент, пришли и проголосовали 64% от имеющих право на голос, то вот сейчас были выборы в мае, да, проголосовало уже 43%. И впервые на этих выборах процент явки не стал ниже. Все вот гадали, будет 42, там 40, и тенденция какая-то возьмет вверх. Или так называемое голосование ногами, когда люди еще больше разочаровались, да, в политических системах и не приходят на выборы эти люди, они выпадают из этого поля. То ли, наоборот, эти протестные настроения могут привести к тому, что люди придут и проголосуют там или графа против всех, или за те политические силы, которые или старые, или новые, но несистемные, да, оппозиционные силы. Ну вот в результате, первая и вторая, тенденции погасили друг друга, и как было 43%, так и есть. Там на десятую процента выросла явка сейчас в мае. Но большинство, если мы посмотрим на явку там на выборах муниципальных, да, или местных в любой стране, то там, где эта явка не обязательно по закону, как в Бельгии, предположим, да, или в Люксембурге, там везде из года в год эта явка, она падает или стабилизировалась там от 20% до 40%. То есть большинство людей не живет политикой и, наоборот, считает, что в этой сфере им делать нечего, и самореализовываться надо еще где-то. И, в общем-то, ну, если вы поедете, да, сейчас в какие-то страны, там, Францию, или Великобританию, или Италию, и общаться будете с деятелями культуры или с бизнесменами, тем более с теми, кто работает на земле, то вряд ли вы поймете по их настроениям, что эти люди как-то подвержены вот ухудшению этому в отношениях между Россией и ЕС. Другое дело, что политикой, что в ней происходит, так как это находится, если схематически изобразить, не внизу, а наверху, то этот вес, он давит как-то, да, на все этажи ниже. Но вот я по себе, по Институту Европы, там, или по деятельности Фонда Русский мир, по деятельности Российской Ассоциации Европейских Исследований, исследований в последний, там, год или полгода, или месяц, не чувствую, что наши визави, там, отменяют какие-то проекты, да, или не приезжают к нам, или не приглашают нас. То есть частично это происходит, да, там, где проекты в культурной сфере, в сфере образования завязаны как-то на, предположим, государственные спонсорские средства. Но там, где ситуация другая, я думаю, нам не надо, вот, проецировать, да, все, весь этот негатив и ухудшение на тенденцию какую-то общую по развитию или усугублению этой ситуации. Но и в политике все меняется очень быстро. Мы помним, как это происходило после событий в Закавказье, да, в 2008-м, и политикам надо тогда было где-то от полугода до года для того, чтобы нормализовать вновь отношения. Украина – это, конечно, не Грузия, и здесь эта дестабилизация может происходить намного дольше. Но я думаю, что, судя по истории и синусоиде вот этой взлету и падению пиком и провалом в политической истории, здесь вряд ли что-то пойдет принципиально по другой схеме. Я думаю, что надо здесь искать какие-то, ну, там, системы или структуры стабильности, да, но, предположим, национальное государство, государство нации. Сколько было сказано в 90-е годы, что государство нации уходит в прошлое, да, что государственные границы размываются. И особенно громко и широко этот дискурс шел в Европе, но так как Евросоюз – это уникальная региональная интеграционная группировка, где до такой степени дошла делегация или передача части национального суверенитета в надонациональные, супранациональные структуры. И в Европе, кстати, этот процесс, он имеет тоже свои светлые и темные стороны, и темная сторона – это новая волна, значит, сепаратизма и роста ренессанса национальных, националистических движений. Другое дело, что этот сепаратизм сейчас ушел от воинственных форум, как это в свое время было с Басками, с Ольстером, с корсиканцами и так далее. Сейчас это так называемый гражданский национализм, который использует, как правило, легальные, законные методы борьбы, методы парламентской демократии для того, чтобы добиваться своих целей. И мы видим, что это происходит и в Шотландии, и в Каталонии, в Бельгии и так далее. Так что я думаю, что все-таки такой субъект мировой политики, как национальное государство, и в 21 веке будет неким якорем стабильности, некой структурой, которая будет позволять тем, кто в нем живет, как-то защищаться и проецировать свои национальные и государственные интересы по всему миру. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Спасибо.